На этом участке дороги самарские водители могли бы стоять вечно. В час пик здесь просто не протолкнуться. Автолюбители и пешеходы максимально внимательны и осторожны. Однако в этот вечер аэродромная показала свое настоящее лицо. Прямо на глазах у инспекторов ДПС разгоряченный самарский водитель решил устроить здесь настоящие гонки на выживание. Не обращая внимания на знаки светофора, он двигался в сторону улицы Аврора. Полицейские терпеть такой экстрем на дорогах не стали и решили остановить нарушителя. Значит, все происходило при следовании наряда на дороже-транспортное происшествие. Они увидели водителя, который проехал на запрещающий сигнал светофора. Дальше, соответственно, водитель был остановлен, приглашал патрульную автомашину. Все, что происходило дальше, больше похоже на голливудский блокбастер с гонками и перестрелками. Сначала водитель откажется предъявить полицейским свои документы, потом выяснится, что его давно лишили водительских прав. А еще через секунду общение с инспекторами утомит нетрезвого гонщика, и он, вдавив педаль газа в пол, рванет навстречу новым приключениям. Так как я стоял впереди, обходила машина, он сбил меня, я подпрыгнул и зацепился за капот, я руками. Ну и мы начали движение. Проехал несколько метров, он начал вилять по проезжей части, чтобы скинуть с меня с капота. Дону скорость 80-100 км в час для любого. На записи с камеры видеорегистратора видно, как на огромной скорости нарушитель пытается уйти от преследования одного из полицейских. Второго инспектора почти не видно. Однако он все это время старается в буквальном смысле удержать пьяного водителя голыми руками, вцепившись в капот. И на марке полицейский проедет почти километр пути, и только тогда решится на крайние меры. Достав табельное оружие, он выстрелит в переднее колесо автомобиля и сорвется на землю. Я произвел выстрел в левое переднее колесо. Но водитель, тем не менее, так и продолжал движение, ускоряя скорость. И проехав несколько еще метров, я упал, не удержался одной рукой за капот. Ну и затем выяснилось, что данный водитель допустил столкновение. К счастью для инспектора, его отважный поступок стоил ему всего пару синяков и ссадин. А вот горе водителю повезло меньше. Из-за шока и полученных ран, мужчина так и не смог объяснить полицейским причину своего поведения. С места задержания его пришлось срочно доставить в больницу. Однако скрываться от ответственности ему не удастся. Как только нарушитель пойдет на поправку, его ждет очередная и на этот раз менее веселая встреча с полицейскими. Не исключено, что оправдывать свою любовь к экстремальному вождению мужчина будет уже в суде.